Подсудимые его защиты против видеокамер в зале суда. Прокурор не возражал. Сторона потерпевших отдала решение суде. Вердикт, все что могло навредить детям убитой, уже рассмотрели. Сейчас время дополнений, поэтому наша съемочная группа осталась следить за громким процессом. С учетом того, что дело в конце прошлого года решено было пересмотреть, сегодня по ходатайству прокурора вновь заслушали июньские показания эксперта о судебно-медицинской экспертизе тела убитой, а также показания учительницы одного из детей, уже по ходатайству потерпевшей стороны. К слову, по словам педагога, от 5 июля прошлого года Елена Подун была человеком открытым и общительным, и в основном она забирала ребенка из школы и ходила на собрания. Адвокат потерпевшей стороны сегодня заявила ходатайство о возмещении морального и материального ущерба потерпевшему это брат Елены Подун, а также двум несовершеннолетним детям, которые остались после смерти матери. Миллион рублей морального ущерба – сумма, которая просит удовлетворить потерпевшая сторона, а именно брат Елены Подун. Плюсом еще 246 тысяч материального, из них 150 пошло на организацию похорон и 96 на установку памятника сестре. На каждого из детей, оставшихся на попечении брата Елены по 3 миллиона морального ущерба. Ни одного искового заявления подсудимый не отклонил. Возражение по приобщению искового заявления уточненного имеется? Я возражаю. Согласился Константин Подун и с возмещением средств на оплату услуг представителя потерпевшей стороны. Там фигурировала сумма в 92 тысячи рублей. Все документы и чеки приобщены к делу. Кстати, сегодня после года в СИЗО подсудимый внешне спокоен, хотя волнение и проявлялось. Все заседание он крутил в руках ручку. Прокурор сегодня попросил дать время на подготовку к прениям сторон, поэтому сегодняшнее заседание было решено перенести и теперь оно состоится 19 февраля, где собственно и будут выслушаны прения сторон. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком.